Камешки под ногами О камнях и минералах, которые можно обнаружить на территории нашего города и в его окрестностях Почти 150 миллионов лет назад территорию, на которой расположен наш город, занимало теплое тропическое море В нем кипела жизнь Мы видим древние существа, это брахиоподы, беспозвоночные плеченогие животные Которые не двигались, они прикреплялись к морскому дну или к камням И были животными фильтраторами Иногда брахиоподы были совершенно гигантских размеров Перед вами так называемый гигантопродуктус Раковина такого брахиопода достигала величины 40 сантиметров Перед вами картина морского дна моря каменно-угольного периода Здесь вы видите брахиоподов А сейчас ваше внимание привлекут другие животные фильтраторы Это двустворчатые моллюски Которых вы и сейчас можете увидеть в наших реках и озерах Перед вами гастроподы Брюхоногие моллюски, которые могли передвигаться Они напоминают нынешних улиток Раковины гастроподов имели совершенно различные Порой очень красивые, фантастические формы Как, допустим, у этого моллюска Белерафона Мы можем наблюдать не только окаменевшие остатки живых организмов Но и следы их жизнедеятельности Перед вами следы илоядных червей Эти черви поглощали ил, извлекая из него питательные вещества Каменно-угольный век характеризовался рассветом головоногих моллюсков Это были подвижные хищные существа с щупальцами Тело которых было спрятано в раковину Перед вами артоцерос Его раковина имела конусообразную форму Эти моллюски в настоящее время не сохранились А вот моллюски наутилоидеи, которые вы сейчас видите Имели раковину совершенно другой формы Все эти моллюски освоили реактивный способ передвижения Они могли набирать воду при помощи специального насоса Выбрасывать ее и передвигаться задом наперед И они обладали способностью регулировать свою плавучесть Поскольку их раковины были разделены на секции Куда моллюск мог через трубочку закачивать воздух Регулировать свое всплытие или опускаясь на дно океана На дне моря мы могли увидеть простейшие многоклеточные существа Такие как эта губка хитетос Такие находки очень часто в нашем регионе Хитетос Название происходит от слова щетинка При помощи щетинок хитетос втягивал в себя воду Собирая плантон Также на дне моря были многочисленные колонии кораллов Совершенно различных форм и расцветок Это колониальные кораллы, вы их можете увидеть Кораллы строили известковый скелет И своими жгутиками парализовали пищу Мельчайший плантон, питаясь таким образом Встречались также одиночные кораллы Так называемые ругозы Вы их можете увидеть здесь В этот период происходил также бурный рассвет иглокожих Часто встречались и морские ежи, и морские лилии, и морские звезды Перед вами иглы морских ежей Они наиболее хорошо сохраняются И скопление остальной ископаемой палеофауны Обитали в каменно-угольном море и членистоноги Типичный представитель их трилобит Существо, которое могло передвигаться, пусть и не очень быстро Состоящее из трех частей Головы и членистого тела и хвоста К сожалению, находки трилобитов Каменно-угольного периода редко К концу карбона эти удивительные животные практически исчезли Каменно-угольный период не зря называют веком акул Ушли в прошлое панцирные рыбы, чье тело было покрыто огромными пластинами Появились рыбы хрящевые И среди них акулы Вы видите коллекцию зубов и плакоидной чешуи этих рыб Чешуя у этих рыб была не такая, как у современных По своему строению она больше напоминала человеческий зуб В известковых породах находят острые зубы акул Такие, как вот этот зуб акулы гликманиуса Встречаются также зубы таких рыб, как логородус Они плоские Эти рыбы питались, раздавливая плоскими зубами раковины моллюсков А здесь мы можем увидеть находки совершенно другого периода Это представители мамонтовой фауны Прежде всего, конечно, это зуб мамонта Они обитали на территории наших мест Мамонт был гораздо крупнее современного слона И покрыт густой шерстью Как практически все животные мамонтовой фауны Поскольку существовали они в холодных суровых условиях лесостепи Можно увидеть и зуб шерстистого носорога Как вы видите, этот носорог тоже был покрыт шерстью Поскольку климат тогда был достаточно суровым И зубы древних бизонов Вот древние бизоны отличались от современных гораздо меньше Можно познакомиться и с очень интересной находкой Возраст которой еще не определен Это бивень Как предполагают ученые-палеонтологи Этот бивень не относится к мамонтовой фауне Поскольку он практически полностью окаменел То есть он относится гораздо к более раннему периоду Но эту загадку еще предстоит решить нашим исследователям Начавшееся в Неогене похолодание климата Привело в четвертичном периоде к неоднократным оледенениям Местом, где накапливались массы льда Был в Европе скандинавский полуостров Именно со скандинавского щита Ледники спускались в южном и юго-восточном направлении Попадая в результате и на территорию Подмосковья И на территорию, где расположен наш город Что же принесли ледники вместе с Мариной на нашу территорию? Перед вами кварц Известный породообразующий минерал В натуральном виде он чисто белого цвета А различные оттенки ему придают другие минеральные примеси Перед вами дымчатый кварц Его часто называют раухтопазом И молочный кварц Как вы видите, оттенки кварца могут быть достаточно разнообразны Кварц образует на осадочных породах Так называемые кварцевые щетки Они могут быть и мелко, и крупнокристаллическими И как вы можете наблюдать Они также имеют совершенно разную расцветку Можно полюбоваться как кварцевыми щетками Найденными в окрестностях Уминска Так и щетками, найденными в окрестностях Боровского района Кварц любит заполнять щетками Отверстия в известковых породах Образуют так называемые кварцевые желуды Которые тоже потрясают своей красотой и многообразием А так выглядит кварцит Горная порода, которая почти полностью состоит из кварца Как вы видите, кварцит тоже может иметь абсолютно разную окраску Перед вами разновидность кварца, агат Они найдены на территории Боровского района Это поделочный камень, который с удовольствием используют ювелиры А вот еще одна разновидность кварца Это холцедон, который также активно применяют В различных ювелирных композициях Как вы видите, большинство представленных минералов и горных пород Здесь так или иначе обработаны Отшлифованы, обрезаны А вот этот образец приобрел такую шаровидную форму природным способом Это кварцевая галька, обточенная ледником Такую форму она приобрела при движении моренной массы Под тяжестью льда, под тяжестью окружающих камней Посмотрите, как красив обычный гранит в обработке Это материал, которым облицовывают мостовые, набережные И этот же самый гранит под влиянием высочайших температур и давления В недрах земли превращается в метаморфическую породу Гниис Перед вами еще одна метаморфическая порода Унакид А вот аргелит Это очень интересная порода Основой этого вещества является обычная глина Спрессованная под высокой температурой и давлением И это вещество уже не распадается в воде А образует такие интересные камни В витрине представлен кремень из Боровского района Из окрестностей Убнинска Можно полюбоваться разнообразием расцветок этого камня Этот камень сопровождал жизнь первобетного человека Именно из него первобетный человек делал свое первое орудие труда И именно при помощи этого камня он научился извлекать огонь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok